Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что могу поприветствовать вас сегодня, передать вам тепло, как всегда, от моего сердца, с моей души, добро от нашей семьи и хорошую погоду Севастополя. Вы знаете, очень благодарна вам за все видео, за все ваши комментарии, за все ваши чувства, которыми вы делитесь на нашем чате, потому что они вдохновляют меня тоже где-то делиться моим небольшим опытом и моим мнением. После последнего видео, когда я посмотрела про больного мальчика, конечно, переживаниям не было конца, потому что невозможно жить в этом мире, и не спрашивать себя вопрос, почему люди страдают. Этот вопрос я спрашивала себя, когда я пришла к вере, когда стала заниматься миссионерской социальной деятельностью, когда первый раз приехала в детский дом, и меня обступили эти 50 детишек, и смотрели мне в глаза, и все по очереди говорили, «Тетенька, ты нас заберешь к себе, ты приехала за нами». Потом дом престарелых, когда каждый раз, смотря в глаза пожилых людей, и все меня они спрашивают вопрос, почему мы здесь. И потом, когда было служение, начала заниматься благотворительной деятельностью, и даже сама была клоуном, чтобы как-то веселить детишек, которые больны лекемией и раком. И всякий раз у меня возникал вопрос внутри, почему Бог допускает страдания здесь, в мире. После, когда я начала заниматься уже консультированием людей, и прошла курс по психологии, получила диплом, и была на стажировке, и опять я задалась себе вопросом, почему люди, даже которые верующие, они попадают в сумасшедший дом? Почему у людей рождаются больные дети? Почему у моих знакомых умирают дети? Этот вопрос, который, наверное, до конца не найдет ответа ни у одного из нас, в нашем сердце. Одно мы точно можем знать, что то, что нам сейчас непонятно, это, знаете, как когда вышиваешь, вышивка с одной стороны, она таки напутаны нитки, 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 и не видно, непонятно рисунка. Но, с другой стороны, если посмотреть, этот рисунок, он Божьей рукой написан был через Иисуса Христа, что Бог есть любовь. Мне часто задают вопрос, если Бог любит, почему же тогда люди страдают, почему дети умирают, почему война, почему это, почему то. Вы знаете, я всегда говорю, задавайте мне любой вопрос, и я вам на любой вопрос отвечу, и в большинстве мой ответ будет, я не знаю. Но я знаю одно по моей жизни. Как только я позволяю Богу отвечать и показываю Ему, что мое сердце открыто для Его ответа, рано или поздно я получаю ответ, и ищущий всегда находит. Было несколько ситуаций, когда в мою дверь стучались здесь, на Черцово 56, стучались люди, просили о помощи. И в этот момент у меня уже как привычка, я спрашиваю все время Иисуса, «Иисус, эти люди, Ты прислал их, чем мне помочь? Едой, вещами, деньгами, чем?» И внутри всегда уже чувство навыкам приучено, всегда получался ответ. Ответ на мой вопрос о том, что, с одной стороны, будьте просты, как голуби, но мудри, как змеи. И несколько раз я просила адреса, я им говорила, я готова, ребята, вам помогать, я с радостью и детские вещи, и куплю, и машина есть, и что надо, привезу, и купим, и мебель. И потому что истории были душесчипательные, разные. Но три раза я приезжала по этим адресам, которые меня оставляли, там людей не было. Когда я была в Москве, невозможно было идти по метро, потому что все, что у меня было в кошельке, я раздавала людям. И потом я спросила моего папу, «Пап, как же здесь жить?» Ожесточить свое сердце и не обращать внимания, ведь часто люди зарабатывают через горе и страдания других людей. И обманом полнится земля. Что же жить без доверия и становиться безразличным человеком? Вы знаете, ответа я вам на этот вопрос не дам. Я нашла для себя его опять через семи способов узнавать Божью волю. И в каждой ситуации это по-разному. И в каждой ситуации Бог меня направляет по-разному. Кому-то просто дать. Неважно, обманывает человек, не обманывает, импульс сердечный. У кого-то спросить, адрес перепроверить, а где-то просто пройти мимо, помолиться за человека. Потому что помощь, она, ну, в моем понимании, она разная бывает. Поэтому я, Танечка, тебе очень благодарна за то, что ты небезразлично отнеслась к этому видео, прислала нам. И мы молимся и за этого парня, и за его папу, и за всех людей, детей, кто сейчас в боли, на кому нужна эта помощь. И более всего прошу, чтобы они приняли вот этот прекрасный простой дар. Дар исцеления. Дар, который понятен даже ребенку. Мои дети, никто никогда ни разу не принимал ни единой таблетки. Мы не вызывали врачей. Где-то, возможно, со стороны будет казаться, что я хвастаюсь. То есть, в моем же понимании, я просто говорю о том, что постепенно можно научиться доверять Богу, слышать, как и что лечить, как молиться. И когда маленький Илюша, который научился только говорить в три года, заболел сильным гриппом, кашлял, была высокая температура, и он плакал и говорил, мамочка, мне больно. Я ему говорила, Илюшенька, Иисус знает, что тебе больно. И он более чем мама, хочет тебе подарить исцеление, которое он уже дал через свое воскрешение. Тебе всего лишь нужно сказать об этом сейчас Иисусу. И он говорит, Иисус, мне больно, вылечи меня. И на следующее утро температура ушла, и через три-четыре дня постепенно прошел кашель. Разные ситуации были. Были, что Иисус говорил мне, откати камень, и лазарь выйдет, что сделай свою часть, что можешь, а я сделаю то, что ты не можешь. Бывали чудеса исцеления сразу. Бывало, что Бог давал веру пройти через испытания и иметь веру именно не в мгновенное исцеление, а в исцеление, которое научит больше понимать людей, научит выносливости, научит состраданию и доверию Богу. Поэтому я нас всех вдохновляю, чтобы мы, конечно же, молились за тех, кому плохо, конечно же, радовались о том, что у нас сердца полны сочувствия, и мы не безразличные люди, но чтобы мы помнили о том, что жизнь дана нам, и Бог сказал, возлюби ближнего, как самого себя, но не более себя, не сотвори себе кумира, не поставь другого человека выше, потому что здесь тогда может быть не праведное служение, а спасательство. А ведь у каждого человека есть свой смысл этой жизни, и мы лишь можем поддержать человека, потому что только Иисус спасает. Я нам всем желаю вдохновенного дня, прекрасной недели, и мне очень понравилось, как сказала Софиюшка, после видео с ее новой прической. Экспериментируйте, пробуйте, ищите, стремитесь к новому. Пусть эта неделя, она наполнится новыми познаниями, новыми преображениями в вашем сердце, в нашем сердце, в каждой семье. И, конечно же, чтобы наши сердца расцветали, как любящие, как чуткие, как прекрасные инструменты, через что Бог будет работать в нашей жизни и в мире. И пусть его любовь спасает нас и спасает через нас. Во имя Иисуса, аминь. Хочу закончить небольшой молитвой. Иисус, во имя Твое я провозглашаю Твое Царство здесь на земле, и прежде всего в наших сердцах, чтобы наши сердца наполнялись Духом Твоим, чтобы наши сердца наполнялись Словом Твоим, чтобы наши сердца наполнялись волей Твоей. Во имя Твое я провозглашаю исцеление, и пусть выздоровление явится в Твое совершенное время. И, конечно же, дай нам желание поддерживать и помогать тех, кто рядом с нами живет, и молиться за тех, кто нуждается в нашей молитве. Обеспечь все наши нужды на эту неделю, поддержи нас во всех делах, и помоги нам, пожалуйста, искать Твою волю, практикуя Слово, быть не только слушателями Слова, послушать, отложить и пойти своими делами заниматься, а быть делателями Слова, которые действительно хотят познать веру в действии. Как-то лодка, когда, как ты говорил в этой истории, что человек сел в лодку и начал водить одним веслом с названием «Вера», и лодка ходила по кругу. Потом он взял другое весло, которое было название «Дела», и начал делать очень много добрых, хороших дел. И снова лодка ходила по кругу. И когда человек начал в унисон двигать верой и делами, тогда лодка поплыла вперед. Помоги нам быть такими лодками, которые плывут вперед, которые получают порцию веры через Твое Слово «Укрепи нас, пожалуйста», и которые вера побуждает нас именно на добрые дела с праведным мотивом радоваться, радовать тех, кто рядом с нами находит, и делиться этой радостью. Всех люблю, всем желаю хорошей недели и доброго дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова